Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. С томлением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. 18 февраля. Агафья, коровница. День назван в честь святой мученицы Агафьи. Она пострадала за веру Христову, ее жестоко истязали, Отрезали сосцы, кинули в темницу. В полночь явился ей святой апостол Петр в образе благолепного старца, Чтобы исцелить ее. Агафья отказалась, сказал, что имеет Господа Иисуса Христа, Который одним мановением все исцеляет. Петр в ответ сказал, что он послал меня к тебе, девица, ибо я его апостол. Посмотри, ты исцелилась, тело ее вновь стало здоровым. Вот такое вот исцеление по мне, а не то, что там, что-то там ждать. В этот день на Руси поминают отошедших в мир иной отцов-прадедов, Чтобы не забывать родовые связи. А умершим насильственной смертью в церкви ставили свечку. Мученица Агафья почиталась в народе покровительницей домашнего скота, Оберегающая его от болезни. Поэтому ей сегодня молились. Считалось, что в этот день по селам ходит коровья смерть. Ее представляли в образе старухи в белом саване или страшной женщины с руками-граблями. Она обладала способностью обращаться в различных животных черного цвета. Было поверье, что сама коровья смерть не может войти в село. Ее можно только завести вместе с товарами, обозами и прочими вещами. Помочь справиться с коровьей смертью может только борозда. Решив опахивать свое село, женщины и девушки тайно собирались ночью В одних белых рубахах с распущенными волосами. Вместе упрягались в саху и проводили борозду вокруг деревни. При этом обязательно откидывали землю или снег в сторону противоположную деревни. А на перекрестках чертили кресты. А управляла сахой целомудренная девица, либо вдова. Дополнительно в хлевах вешали старые лапти, пропитанные дегтем. В ночь на Агафью не спали, защищались от бесов. Чтобы они не проникли в дом, трубы замазывали глиной, в щели втыкали веточки чертополоха. Это позволялось защититься и не допустить в дом бесов. Ведь проникнув в дом, они могли легко войти в спящего человека и навести порчу. А в бодрствующего проникнуть невозможно. Поэтому сегодня и не спали. Приметы. Морозный день к ранней весне и хорошему лету. Нет снега или ударил мороз к летней засухе. Если сегодня тепло, конец зиме. Ну и хочется мне снять совсем кратенькое видео. Это видео на тему того, что я вот смотрю разного рода фильмы на военную тематику. Люди заболели. И требуются антибиотики. Полечить там допустим тот же туберкулез. Еще что-то. То есть люди забыли, что есть природные антибиотики. Они, знаете, среди вот этих природных антибиотиков, которые по силе своей воздействия, по эффективности, могут быть гораздо лучше всяких синтетических препаратов и не оказывать никаких побочных эффектов, побочного вреда. А они могут просто-напросто умереть, не зная, что та же кара осины может помочь от того же там арипа, от ангины. Допустим, тмин. Для того, чтобы не было у вас вот этих разного рода там вздутия, газообразования в кишечнике. То есть простых веществ и по большей части пищевых, которые вы можете применять и которые прекрасно работают в организме. Причем вот когда мы с вами про апистархоз разбирали видосик, важно понимать, что видите, как следствие, вроде начинается в печени все это дело, а дальше уже идет газообразование, а что такое газообразование там, поносы или еще там что-нибудь такое, какие-то там боли, несварения и прочее, прочее, прочее. Это говорит о том, что и тонкий, и толстый кишечник уже заселены разного рода неблагоприятной микрофлорой, которая вам вредит. Значит, на нее тоже надо воздействовать. Чем воздействует? Вот один из лучших препаратов, который я на себе определил, это тмин. Просто-напросто хлеб мы с тмином там едим, уточком, 1,4 чайной ложечки этого семян тмина, не разжевывая, раз, запили, и все, она уже там делает нужную работу по нормализации микрофлоры, по наведению порядка у вас в тонком кишечнике, в тонком кишечнике, прекрасное пищеварение, силы будут, стул, все там такое. Ну вы как-то это. Смотрите несколько шире, все у вас сузилось к тому, что имеется у вас там только в аптеку, в аптеке имеется, и только лежит, вернее, сделано в виде таблеток, от паразитов, от температуры, от того и сего. Имеется огромное количество других средств, народных, с которыми, кстати, таблетки это делается. Для того, чтобы решить вот эти вот проблемы с аппестурхами, с этими паразитами. Народная медицина с ними боролась тысячелетия и знает, что и как, какая там травка подойдет против того и другого. Поэтому вот настанут какие-то условия, вот как были, допустим. Вторая мировая, особенно война, все, антибиотиков нету, и значит, народ мрет. Забыли, что есть естественные антибиотики, растительного происхождения. Практика показывала там вот, как раз медсестры писали, которые еще в войну были. Не было, говорит, вот этих всех антибиотиков и так далее. Использовали керосин для того, чтобы раны не гноились. И не заживали еще быстрее, нежели от этих антибиотиков. То есть пополняйте свой запас знаний, необходимых по поддержанию здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций. Когда ничего вокруг нету, вы один на один. И как вам помочь? Все, аптек уже нету давным-давно. Чтобы вы как-то знали и понимали. Вот о чем я хотел сказать. Потому что нынешние времена как раз как-то нас заставляют задуматься. Что вроде все было, а потом его и нету. И что делать?